Среди лидеров 11 детских садов. По мнению начальника департамента ЖКХ Валентина Трубчанина, это хорошая новость. На сегодняшней встрече со всеми руководителями учреждений города мы также отметили и лучших. Не только говорили о том, что есть у нас проблемы, но и отметили лучших. 21 лидер сегодня был премирован благодарственными письмами мэра города. В основном, конечно, это коллективы детских садов, и это довольно отрадно, несмотря на то, что эти учреждения, конечно, целиком бюджетные. И всем известно, что, конечно, там в этой сфере довольно много проблем и технического характера, и другого. Но, тем не менее, большинство сегодня было призеров именно с этой сферы, именно детских садов. Однако свои грамоты сегодня получили не только детские сады. Школьники также вовсю учатся экономить природные ресурсы. По словам заместителя директора по административно-хозяйственным расходам лицея АМТЭК Ольги Кавериной, главный секрет здесь прост. Нужно вести разъяснительную работу, причем и со школьниками, и с учителями. Чтобы снизить энергопотребление, мы проводили разъяснительную работу и, конечно, установку приборов учета. Разъяснительная работа велась и с преподавателями, и с обучающимися. Говорили о том, как экономить свет, воду и тепло. Такие встречи станут регулярными. Каждые полгода ситуацию на предприятиях и учреждениях изучают. Проводится анализ их энергопотребления. Такая работа позволит не только выявить постоянных лидеров, но и найти так называемые слабые звенья тех, кто с программой энергосбережения не справляется.